Сколько вы готовы заплатить за родословную? В России активно развивается бизнес на семейных корнях. Услуги поиска архивных записей о предках и построения генеалогического древа могут стоить несколько десятков или даже сотен тысяч рублей. За что берут такие деньги и как устроен рынок родословных, выясняла Марина Ермаченкова. Самое лучшее место для использования раций, не поверите, это кладбище. Они ищут в больших городах и забытых богом селениях, в архивах, церквях, библиотеках, по крупинкам или сразу такими увесистыми томами. Профессиональные охотники за родословной идут по следу фамилии. Мы ищем уголку стоги сель, по сути, да. И нам надо зацепиться за что-то. А дальше, когда мы зацепились, мы уже знаем географию, уже знаем какие-то хронологические рамки. Эта мода пришла еще в 90-е. И по сей день большие фирмы, частные компании и индивидуальные исследователи предлагают клиентам составить свое древо рода. Прескурант больших компаний куда солиднее. Это могут быть миллионы рублей. Работа над одной книгой в среднем год. Фолиант может быть по тысячу страниц. При этом первые шаги поиска всегда одинаковы. Это чаще всего свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Может быть, какая-то там дополнительная информация, справки из АГСа. Если человек знает, что его дедушка был репрессирован, это тоже очень хорошая ниточка. Опыт, знания, квалификация сотрудников, сложность задачи, командировки. Из этого складывается стоимость работы. Впрочем, никаких гарантий, только везение. Никто не даст никогда вам гарантии того, что документы именно вашей семьи уцелели. Может случиться так, что они просто исчезли, утонули, сгорели, растворились вихрем революции, гражданской или Великой Отечественной войны. Это важно понимать. И важно понимать, что это станет ясно только в процессе исследования. Дело ясное, что дело темное. Это и о самом рынке. Он весьма непрозрачен. Сфера специфическая. Вот и разбери, плохо искали или действительно зашли в тупик. Впрочем, есть результат или нет, а платить все равно придется. Поэтому нужно на берегу договориться с человеком, который займется составлением вашей родословной, о вознаграждении в любом случае, потому что на это тратится большое количество времени и сил. Собрать родословную можно и своими силами. Это самый дешевый вариант. Нужно только время. Много времени. Небольших расходов. Отправить письмо, оплатить телефонные расходы, доехать до какого-то ЗАГСа, оплатить госпошлину. То есть минимально скромно можно в 10-15 тысяч рублей за год уложиться. Марина Ермаченкова, Елена Павлова, Андрей Миронов. Мир24.